Внимание миллионов по-прежнему приковано к ситуации в Крыму. У нас в студии побывал депутат Государственной Думы Александр Богомаз. Он рассказал о своей встрече с крымскими властями и о поездке в Крым председателя исполкома Народного фронта Андрея Бочарова. Александр Васильевич, известно, что наши брянские казаки, наше местное северское казачество ездило во время событий в Крыму и перед референдумом ездило в Крым для того, чтобы поддержать наших соотечественников. Но стало известно также, что и герой России, председатель исполкома Объединенного Народного фронта, тоже наш земляк Андрей Иванович Бочаров тоже побывал в Крыму. Вы как человек, встречающийся с ним, могли бы рассказать нам об этом поподробнее? Вот как он говорил, я такого вообще в своей жизни не видел. Почему? Потому что действительно у людей был подъем. Подъем, подъем, эмоциональный подъем, на воссоединение с Россией. То есть люди сами шли, везли своих родственников, больных, знакомых на колясках, на носилках. Во всех были там слезы. Люди крестили эти бюллетни, которые бросали. То есть действительно люди хотели воссоединиться с нашей, с их исконной Родиной, Матушкой России. Даже следует отметить, что всегда по острову Крым, он не был политизирован. То есть люди не ходили никогда на выборы. То есть там небольшая была ялка. Вот. То есть считалось как, что если где-то в городе в каком-то там пришло 30-40 человек, это уже митинг. Вот. И вот такой именно ялки, когда... После этого, да, вот так... Да, да. По 90 процентов. И плюс к этому 96,7 процентов проголосовало за присоединение к России, а всего там 3 процента, которые остаются в составе Украины. Да. То есть, конечно, это тот показатель, который никто не может сегодня опровергнуть. После этого Андрей Иванович сразу отправился, что называется, с корабля на бал, сразу поехал на митинг. Да, на митинг. На митинге я присутствовал сам, как и многие мои коллеги депутаты. Вот. Конечно, ведь митинг, который сегодня говорят, что там было 110 тысяч собравшихся, но, понимаете, ведь не говорят о том, а сколько туда еще и не пропустили, потому что были жесткие, контрольный режим. Вот. То есть что-то с человека, сумочка, там зонт, его же никто не пропускали. Конечно, людей там хотелось быть больше. И вот тоже вот я там присутствую. Вот такого именно эмоционального подъема и радости, как были там люди, ну, это, знаете, дорогого стоит. Ну, и, конечно же, приятно было, когда ведущим был наш земляк. Александр Васильевич, и еще один вопрос. Мне бы хотелось, чтобы Вы немножко, несколько слов рассказали о Вашей встрече с Аксеновым, с Чалом, вот с представителями, что называется, высшей власти Крыма. Надо смотреть на них, на их лица, как они говорят. Вообще, они, знаете, когда вот ребенок потерялся маленький, потом мать находит, и у него радость. Вот это они, они просто, у них нескрытая радость, то, что мы сегодня их, ну, приняли в свой дом, да. Вот если о руководителях, то тоже, как бы, они, вот, понимаете, они поразили тем, что тот же, допустим, Чавы, вот, у него детка, он отмирал, родители ученые, а сам он бизнесмен. Вот. И человек потерял, можно сказать, свой бизнес, вот с ним мы торговались в украинской власти, но он сказал, как, я родиной не торгую. И вот такие люди сегодня оказались в Крыму. И вот я говорю, вот такие люди, да, это пример для нашего, там, подрастающего поколения, для нашей молодежи. И для чиновников, и для бизнесменов. И для бизнесменов, потому что сегодня мы должны понимать, что мы должны служить народу, служить своей отчизне. Всех там денег не заработаешь, все с собой на ту сет не заберешь. А вот имя, которое, его можно оставить своим потомкам, которые потом могут гордиться. И вот я говорю, сюда, вот, привожу пример, там, нашего Бочарова, да, говорю, наш. Почему? Потому что мы с ним выросли. В одну школу ходили когда-то. То есть, простой парень, с деревней, мать одна, отца нет. Вот, но если он хотел, там, стремился, учился, добивался, воевал, стал полковником, стал героем России, стал депутатом в дворственной, в суд, в дворственной был. И сегодня возобновляет общероссийский народный фронт. То есть, он сегодня, по сути, представляет нашего президента. Он ему доверил возобновлять это движение, движение, куда президенты уходят. Но это вот тоже, понимаете, такой вот хороший пример для подражания для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения. Что для того, чтобы стать успешным, не нужно богатых родителей, не нужно первоначальное направление капитала, а нужно желание, желание и стремление.